Мастер-класс по хоровому пению Розовые фламинго и герои популярных мультфильмов. Жители Камска делают подъезды более красочными. Испытания на силу, ловкость и выносливость. Шушенцы сдали нормы ГТО. Новое здание для городских спасателей было сдано в эксплуатацию в декабре 2018 года. Строительство и оборудование станции обошлось 46 миллионов рублей. Средства выделялись из краевого бюджета. Правительственная делегация осмотрела автономный генератор электроэнергии, ангар для катеров и техники, учебный макет аварийного автомобиля. Затем перешли к знакомству с отделением, где расположились дежурная служба, медицинский кабинет, склады для спассредств и оборудования, боксы и мастерские. На втором этаже учебные и рабочие кабинеты, зона отдыха, душевая и даже комната психологической разгрузки. Общая площадь постройки, оснащенной центральным отоплением, водоснабжением, системой дымоотведения и вентиляции 630 квадратных метров. И мы являемся здесь вот как раз, наверное, таким показательным подразделением. Это не только, я думаю, показательное учреждение для Зеленогорска. Это в целом показательное учреждение, показательный отряд для края, да и для России в целом. Зеленогорская станция первая из всех 13 краевых подразделений, построенные по такому современному проекту. Быстро возводимое здание на целый год сокращает срок запуска. А самое главное, практически в два раза дешевле типовой застройки. Сейчас в отряде работает 12 спасателей, два человека в смену, но этого недостаточно. Потому что в данный момент нам, если что-то серьезное, приходится дополнительно привлекать личный состав, который находится на отдыхе. Зимой спасатели транспортируют пострадавших, в частности, с правого берега Кана. Любители катания на лыжах и плюшках получают ушибы и переломы. А на прошлой неделе один из гуляющих в лесу почувствовал себя плохо. Нашли и доставили к скорой на снегоходе. Кроме обслуживания Уярского и Рыбинского района, зеленогорцы, особенно летом, помогают еще и соседям. Также привлекают иногда дополнительно Ирбейский район, Партизанский, Саянский район. А еще Канск, где в летний период случается по два утопления за день. В идеале и днем, и ночью должны дежурить 4-5 человек. Но когда расширят штат, пока неизвестно. После экскурсии обсудили концепцию прикрытия опасных участков территории края за счет развития сил и средств КГКУ «Спасатель» до 2030 года. Перед правительством края стоит задача по поручению президента – обеспечить защиту населения и территории Красноярского края от возможных чрезвычайных ситуаций. В этом году мероприятия проекта «Енисейский экспресс» посвятили 75-летию победы в Великой Отечественной войне. С 27 января по 1 мая в его рамках жителям городов и районов Красноярского края представят концерты, выставки, мастер-классы и документальные фильмы на эту тему. Одна из локаций – экспозиция о ключевых событиях Второй мировой и ее участниках, жителях региона. Причем в каждой территории прибытия экспонируют героев, имеющих отношение именно к этой территории. И все наши локации и мероприятия направлены бесспорно на эту тему. Все наши мастер-классы, кинолектории и ключевое событие – это бесспорно концерт сибирского мужского хора, который был основан по инициативе губернатора Красноярского края Александра Викторовича Уса. В программе хора будут как духовные, так и патриотические песни, которые, я надеюсь, бесспорно отразят тему, с которой мы сегодня к вам приехали. В каждом пункте остановки экспресса запланирован праздничный концерт сибирского мужского хора. Музыканты исполняют патриотические и духовные музыкальные произведения. Кроме возможности вживую оценить мастерство коллектива, лауреатов всероссийских и международных конкурсов и фестивалей, у творческих шарыповцев была возможность пройти короткое обучение в рамках мастер-класса. Речь шла в том числе, кроме духовной музыки, еще и об исполнении патриотических произведений, потому что у нас 2020 год, год 75-летия Победы, это сейчас очень актуально. И прозвучали моменты, как правильно нужно доносить до слушателей именно нотки патриотизма, чтобы можно было выразить все то, что хочет сказать исполнитель. Мы очень рады, когда они к нам приезжают. Много полезной информации, мастер-классы, концерты, культурные мероприятия. И хочется сказать огромное спасибо организаторам этой акции. Ждем на следующий год. Енисейский экспресс – социально-культурно-просветительский проект, сортовавший в Красноярском крае в 2010 году по инициативе регионального министерства культуры и при поддержке губернатора и правительства края. Участники экспресса за два месяца посещают около 30 городов и районов Красноярского края и проводят не менее 250 различных мероприятий. Жители разных городов и сел региона могут получить консультации специалистов по вопросам развития культуры, образования, здравоохранения, сельского хозяйства, спорта и молодежной политики. 112 тысяч детей пройдут оздоровление за счет регионального бюджета. Во время летних каникул школьников примут 56 загородных баз и 22 палаточных лагеря. Еще 800 учреждений дневного пребывания. В компании примут участие Министерство образования, спорта, соцполитики и агентство молодежи края. На эти цели будет потрачено более миллиарда рублей. В Крае стартовала акция службы занятости по трудоустройству в инвестпроектах. В ней участвуют с десяток крупных промышленных предприятий страны. Работу предлагают как вахтовым методом, так и на постоянной основе. Сейчас требуются руководители крупных проектов, инженеры и энергетики, водители и повара. Есть из чего выбрать. Всего заявлено более 200 вакансий. Ознакомиться с ними, а также направить анкету можно через интерактивный портал или центр занятости по месту жителей. Сразу несколько домов в Камске претендуют за звание самых креативных. Например, этот в четвертом центральном микрорайоне. Благодаря золотым рукам представителей управляющей компании на стенах подъездов появились красочные рисунки. Первый раз у нас такое. Вообще не ожидали, что у нас такой красоты будет. И светильнички поменяли. Даже в этот, в тамбур заходишь, специально одет, повесили. Ну, прям рады, счастливы. Приятно, да? Приятно очень. Да, приятно. Сейчас как в саду. Красиво. А в доме по улице Восточной все девять этажей украсила своими руками жительница Галина Деркач. Началось все с собственной квартиры, где на шкафу художница попробовала нарисовать маки. Потом цветы появились уже у входной двери в подъезд. Такую же красоту захотела соседка. А потом и остальные жильцы. Я все девять этажей нарисовала за 20 дней. Каждый день, ну вот, если брать вот эти, вот эти, вот эти, это, ну, часа за четыре, может, где-то так. Так. Остальные рисунки, каждый день, вот эти вот три, если вот брать вот эти три пролета, три пролета рисовала за день. Мне вот соседка со второго этажа говорит, да что ты тут нарисовала около себя, а мне тоже нарисуй. Я говорит, выйду, мне хоть настроение будет. Ну, правда, так сразу. Нет, конечно, приятно. Управляющая компания оказалась не против таких интересных зарисовок на стенах. При их создании художница использовала обычные мелки и акриловую краску. Идеи брала из интернета. А одним из самых любимых стал рисунок с влюбленными. Его она создала за несколько часов. На этом автор останавливаться не собирается. У нее еще полно творческих идей, которые в скором времени планирует воплотить в жизнь. В физкультурно-спортивном центре имени Ивана Ирыгина собрались 50 самых активных жителей Шушенского района. Это школьники, сотрудники различных организаций и пенсионеры. Сегодня каждый из них проверит свою физическую подготовку. Я считаю, что сдавать нормы ГТО должен каждый житель нашей России, нашей страны и вообще в целом нашего любого поселения взять. Я не каждый год, конечно, принимаю участие, но всегда, когда появляется возможность, я стараюсь во всех спортивных мероприятиях принимать участие. Потому что это продолжение молодости, это наше здоровье. Участникам предстоит пройти испытания на силу, гибкость, меткость и выносливость. После из тех, кому уже исполнилось 18, выберут лучших, которые попадут в сборную района для участия в краевом фестивале ГТО в декабре этого года. Виктор Масленицын недавно отметил свой 80-летний юбилей. Сегодня он также в рядах желающих испытать свою спортивную подготовку. Я в стрельбе не уверен, а в остальных хватило, допустим, гибкости, чтобы наклониться достаточно. 15 сантиметров – это, конечно, для меня или много, или мало, но я сделал 15. Спорт – это всегда движение, а движение – это жизнь. Это все, как говорится, истина прописная для всех. Многие пришли на соревнования, все с семьей. Анастасия Харитонова считает, чтобы отвлечь детей от современных гаджетов, нужно совместно заниматься спортом. Регулярная физическая нагрузка благотворно влияет и на психологическое состояние подрастающего поколения. Мы в составе пяти человек, старшие дети и двое родителей. А для чего? Нам это просто очень нравится, и для достижения своих личных высоких результатов. Среди участников – школьники младше 18 лет. У них нет возможности попасть в сборную района, но их результаты фиксируются в личном кабинете комплекса ГТО. Небольшие неудачи только подстегивают юных спортсменов к новым победам. И к своему совершеннолетию они будут готовы показать блестящие результаты. Занимаюсь спортом уже два или три года. Вот Рита пришла к нам недавно, но у нее уже есть результаты хорошие. Мне больше нравится бег и отжимание. Бег, отжимание, пресс, бег на лыжах. Там надо уметь обращаться с оружием, нужна сила, оттягивать и перезаряжать. Как оружие с отдачей, оно отдает плечо. И надо хорошо целиться. За пять лет существования комплекса Шушенский район занимает вторую строчку после Красноярска по количеству желающих сдать нормы ГТО. В прошлом году к спорту приобщились более тысячи человек. 69 из них получили золотой знак отличия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова